В 1981 году в небольшом немецком городе Оснабрюк в одном из этих домов умер художник Франц-Йозеф Лангер. Жители города очень уважали его. Он был хорошим рисовальщиком. Некоторые называли его художником-краеведом. После смерти Лангера его дети решили отремонтировать дом и под половицами обнаружили стопку писем и папку с рисунками. Адресатом писем значилась их мать Мария, а отправителем офицер 6-го пехотного батальона группы армии «Центр» Франц-Йозеф Лангер. На оборотной стороне пейзажей и портретов дети прочли название города, о котором никогда не слышали и которые с трудом могли произнести – Ржев. Моя дорогая Рия, у дивизии было намерение сделать выставку-распродажу. Я запротестовал. Я сослался на то, что будет глупостью продавать такие картины, которые никогда больше не будут написаны. А также потому, что имя города Ржева станет однажды равносильно имени Вердена, Первой мировой войны. Это блок номер 2, а нам нужен третий блок. Достань еще раз схему кладбища. Вот, это блок 2, который у нас тут обозначен. Могила 2059, Риарт-3. Нам все-таки нужен второй блок. Что вы ищете? Мы сейчас в блоке 2? Да. Но я не вижу никакого камня. Посмотрите, там есть камни. Какое имя вы ищете? Ирика, ты же сюда! Я из Германии, из бывшей ГДР. В ГДР не было принято задавать много вопросов о павших во время войны. Я только знал, что мой отец погиб недалеко от Ржева. В 1941 году, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Армии вражеские наступали очень быстро, занимали город за городом. В наш родной город Ржев немцы вошли уже 14 октября 1941 года. В этот же день... До войны мы жили вот здесь, рядом с водой. Вот как раз набережная Волжская. И мы с ребятами все время играли вот здесь, на берегу Волги. И 14 октября 1941 года мы тоже были здесь. И вот мы вдруг увидели, что вот на той стороне Волги много людей вот собралось. И выглядели они, ну, необычно для нас. Мы таких не видели. И они что-то там надували, кричали. И мы побежали домой сразу к мамам. И говорим, там, наверное, немцы. Вдруг везде стрельба, слышно бои. И идет полный как бы взвод, или как лучше назвать. Мотоциклы едут первые партии немцев. Все в черном, мотоциклы черные и рядами. Мы думали, это как черти идут. Мы ожидали немцев, думали они с рогами. В то время телевизоров не было, радио не было. И думали, что такое-то немцы. И вот когда мы нам объявили, что Город Ржев уже вступили немцы, мы два парня молодых забрались на русскую печку. И вот когда немцы пришли, он партизан, вы коммунист. Ну, нас сняли с печи, конечно, и стали нас обыскивать. Оружие есть, что есть. Им надо было есть. Они пришли голодные. Группы эсэсовцев начали по домам ходить, отнимать. У кого куры, у кого гуси, у кого коровы. Отымали, не считаясь ни с детьми, ни со стариками. Народу много бежало, такие вот, как мы с хатульками. Детей волокли. А куда бежать? Ну, прибежали. Дешевки, деревня, как сейчас помню. И там большой такой ангар, или сарай громадный. Ну, и все мы там ночевали. А нет уж ничего абсолютно, ни есть, ни пить. И ржев горел. Мы видели вот оттуда, зарево-то, ржево. Ну, и что, решили возвращаться назад. Ну, и пришли назад. Город Жив был достаточно крупным городом на Верхней Волге. Очень известным, старинным к тому времени, красивым. Где было много церквей, много старинных зданий, купеческих домов было. И вот, когда немцы неожиданно оказались у города, и оттуда началась эвакуация местных жителей. Естественно, не всех, но, тем не менее, к началу оккупации, к тому времени, когда немцы в город вошли, в городе проживало около 20 тысяч человек. 15 месяцев здесь шли кровопролитнейшие военные. Долго это 15 месяцев? Да. Очень долго. Больше года, да? Больше года. Четыре наступательных операции привело наше командование. И вот за это время, за 15 месяцев, погибли, пропали без вести здесь, ранены были около двух миллионов человек. Я служил в 6-й дивизии пехотной части, которая находилась в Оржеве. Помню, что город в 41-42 году был разрушен. Мост через Волгу постоянно обстреливали, поэтому подвоз продовольствия прерывался. Когда шли эти страшные бои, мы не видели людей в городе. Тогда была очень холодная зима. Зима 41-42 года. Был холод под 50 градусов. Снег очень высокий, до метра высотой. Лошади не могли пройти. Я участвовал в битве под Москвой и отходил через Зеленоград, Жуковский и Волоколамск. На Рождество нам нужно было отвоевать деревню под Оржевом, и там очень много людей полегло. Новый год как раз встретили. Немцы были в панике, поскольку мороза были за 30. Их машины были дизельные, поскольку у них топливо было. У нас зимнее и летнее топливо дизельное, а у них было только однолетнее. Топливо замерзало. И вот они при помощи паяльной лампы отогревали свои двигатели. Немцы морозились, мордили, лица закрывали этими вязаными шарфами. Отымали у мирных жителей валенки, приходили домой, прям с ног сымали. Но по размеру часто не подходили. Зима. Нас выгоняли, просто выгоняли. Чистить дорогу. Для того, чтобы могла техника немецкая пройти к фронту. Под нашим обстрелом, под минометами русских. И все время под автоматом. Давай, давай, ком, ком. Шмель, шмель. Это быстрей, быстрей. А как кормили, никак. То, что было у кого есть, тем и питались. Моя милая Рия, мы счастливо избежали колдовского котла, но, похоже, что спокойно уже не будет нигде. Мы лежим в лесу недалеко от Ржева. Я еще не совсем в порядке. Ворчание самолетов и свист бомб стали вдруг для меня ужасны. Это чудовищное испытание нервов. Если бы еще можно было хоть как-то защитить свою жизнь. Это акварель немецкого солдата Франца Йозефа Лангера. Она была написана здесь, в Ржеве, 70 лет назад. Представляете? Это сентябрь 1942 года. Наш Аковицкий храм. Узнали эту церковь? Да, Аковицкий храм. Узнали наверняка. Вот такая она была 70 лет назад. А вот актер этой акварели. Это фотокопия немецкого художника Франца Лангера. Очень хороший он был художник. И командир разрешил ему заниматься любимым делом. И пока Лангер был в Ржеве весь 1942 год, он писал картины. Лангеру досталась возможность быть в Ржеве в период Ржевско-Сычевской летней операции, когда шло активное наступление советских войск. И ему приходилось бросать свои рисунки, свои занятия. И он вынужден был даже выполнять свои непосредственные воинские обязанности, от которых его начальство, в принципе, освобождало. Он, например, тоже участвовал в установке мин, в установке проволочных сграждений. А потом снова занимался рисунками. Примечательной особенностью этого художника является то, что он в своих картинах, которые должны были служить идеологией и пропаганде, он все-таки показывает нам, сколько насилия и сколько разрушений приносит война. Это касалось как русских, так и немцев. И уже не важно, что они воевали друг против друга. Война уравняла всех. У меня всегда была только одна цель. Постоянно, несмотря на войну, иметь возможность рисовать. Так как я достиг этой цели и могу, наконец, посвятить себя своему занятию, каждая картина в самом деле должна быть завоевана тяжелым трудом. Но, моя дорогая, ты даже не предполагаешь, как еще тяжело каждый день переключаться на русские условия жизни. Здесь нет вилок, нет тарелок. Мы уже счастливы, если в нашем распоряжении есть стол. А как быть налажен, вот, это самое, когда... Никак он не был налажен. Ходили в деревне, носили одежку какую, выменивали на картошку, на что? Вот, на еду, на какую-то. А вот тут, там, дальше к углу, была солдатская кухня немецкая. И мы, ребятишки, ходили на эту кухню. Ну, там, рылись в помойке. А вот этот, который разливал черпаком-то, он иногда говорил, принеси миску, показывай. Приходил, и нам что-то такое давал. Это ужасно вспоминать, это просто ужасно. В городе начали пропадать ребятишки. Дети. Две женщины забирали детей, убивали, варили. Продавали на базаре холодец, котлеты. Ели человечину. Один парень, подросток он был, очень сильно кричал и остался жив. Мимо проходил патруль немецкий, где они жили. И немцы туда вскочили и поймали их, двух женщин. А парень этот остался жив. Ну, у него, конечно, все время, он работал в паровозном депо, у него все время был шрам на шее, оставший от этого случая. Между двух лип повесили виселицу. И немцы повесили этих двух женщин. Согнали все население в округе, чтобы смотрели. Но мы, ребятня, забрались на чердаки, прятались. Посмотрите вот на этот парень. Это мальчик Игорь. Он остался сиротой. Отец его погиб на фронте. Мать умерла здесь во время оккупации от голода. И вот Франц Лангер очень часто видел этого ребенка. Он узнал, что мальчик-то сирота. И он стал его кормить, поить и даже пытался воспитывать. Там как раз воинская часть стояла еще. А мамина сестра, она учительница, ее взяли там что-то помогать, писать нужно было. Там штаб был какой-то. И она там сидела. А Левка, брат, он был маленький еще, совсем с 37-го года. Он у нее вот так между коленками так был, она писала, его держала. И тут в это время вот... Арт-налет был, да. И снаряд попал как раз в штаб. И сестру мамину тут же вот убило. Вот тут вот сидя, вот тут в этом штабе. А Левку она как держала, вот так между ногами, она его вот так как сжала. Вот там, которые были военные, его вытащили, кое-как из ног кинули в тележку, там какая-то была, и увезли. Ну а потом его отдали в детский дом. Ну а по крайней мере вот он остался жив. А потом, после войны, мама ее очень долго искала. Когда вот мы вернулись в 45-м году. Нашла. Где-то в далекой Сибири. Ты спрашиваешь об Игоре. Он очень меняется в новой жалкой среде. Заболел. Когда я вернулся, прыгнул мне навстречу и закричал. Папа, я есть твою посылку. Папа хороший. Бедный. Мне по-настоящему жаль его. Он стал теперь крайне запущенным. Ведь каждый думает только о себе. Он кажется маленьким стариком. Что теперь будет с приближающимися событиями, с ним, с нами. Но, моя дорогая, ты не представляешь, что стало с Оржевым. В городе теперь вряд ли встретишь людей. И вообще, что мы называем городом. Груда развалин намного точнее. Стало темно, падают первые бомбы. Когда наши начали наступление, в августе, в 42-м году, мы были все в землянках жили. Поскольку наша русская авиация бомбила день и ночь в городе Ржев. Особенность города Ржева в том, что линия фронта возле города проходила постоянно. Все время, начиная с января 42-го года, а с сентября 42-го года проходила и по северо-восточной окраине города, когда наши войска захватили несколько кварталов города. И вот это, собственно, особенность города в том, что уже разрушать городские кварталы, обстреливать, бомбить Ржевские улицы стала уже советская артиллерия и авиация. И это было бедой для местных жителей, для самого города. Поскольку был указ Сталина или приказ Сталина, а город Ржев уничтожен, как есть. А почему так он приказ дал? Потому что не в силу было нашим войскам взять город Ржев. Он был кругом окопан по окопу. Нашим войскам было очень туго. Причем наша техника была, наша авиация мало работала. Непосредственно брали нашими войсками. Как говорится, вот силой, кровью брали город Ржев. И потом каждый день бомбили уже наши, чтобы немцев выгнать отсюда. Как только вечер, все, значит, летим в подполье, бомбили. И попала бомба как раз в этот дом. Вот как вот дом есть, вот он, улица. Вот в этот угол. Мы с мамой сидели в подполье. Рухнул дом на нас. А когда расцвело, соседи пришли и кричали, Анна Сергеевна, выживая там. Перед нами теорам, на который показан один день войны, один бой в Оржеве 24 сентября 1942 года. Бои продолжались ни день, ни два. Примерно дней десять. Почти до 30 сентября 1942 года. Сила в этих боях примерно равная. С нашей стороны огромные потери. Огромные потери со стороны противника. Прямо перед нами, на диораме, место боя, перекресток улиц. Улицы были перегорожены проволочными заграждениями, противотанковыми ежами, гильзы, каски, ящики от снаряда, вбитый кирпич. Такой вот кратерный пейзаж. Тем временем наша коморка вздрогнула от взорвавшихся вблизи бомб. Юг, прикрой голову! Успел я еще крикнуть. Затем послышался нарастающий, как при урагане, свист. Это мгновение просто неописуемо. Могу лишь вспомнить, как земля, на которой я лежал, вдруг поднялась под действием огромной силы, повернула меня вокруг моей собственной оси и погребла под собой. Я лежал и не понимал, я живу? Или это уже смерть? Я знала только, что мой брат в 17 лет погиб. Прямо из школы его призвали. Он погиб в Дубакино. Это было 22 октября 1942 года. Нам написал лейтенант письмо у меня с собой. Мой брат был в укрытии, и все в этом укрытии погибли. На этом месте поставили крест. И его там похоронили. А потом эти кресты пропали, их сравняли с землей. И только 8 лет назад копатели нашли гробы. У некоторых были жетоны. Они нашли жетон и моего брата. И написали мне. Он оставался в Дубакино до 1998 года. И вот только в этом году мне написали, что его перезахоронили здесь. И вот спустя много лет я сюда приехала в первый раз. Ему было 17. Простой солдат. Ничего не успел. Они даже детей призывали. Они уже там не успел. Они не спустя. Они никогда не успел. Список, конечно, важен, потому что мы не только узнаем фамилию, имя погибшего, но и там написано, в каком гробу, в какой могиле он здесь был сохранен. И если мы жетоны найдем, даже не у каждого, тогда мы можем даже без жетона его идентифицировать. И, конечно, этот список всегда, если, ну, я 20 лет работаю и список, потом документацию пишу в бюро в Смоленске. Конечно, очень удивительно для меня всегда, если я вижу, когда родился, когда погиб, 18 лет, 20 лет, так-то бывает и 40 лет, но очень редко, это, конечно, очень впечатляет. Фаид фамилия, Яровин, имя. 1922 года родился, и в 42-й год он умер или погиб, но у него тоже было ранение, смерть сразу, он включил пулю в голову, умер сразу. Вот здесь вот я и хочу сказать, вот эта большая вот одна береза вот стоит, сбоку была другая. Копали траншеи, а из вязьма привозили, зашитых в одеяло голова. Вот так вот руки зашиты в одеяле и ноги покойных солдат убитых, и нас выгнали их хоронить. И я вот теперь гляжу и говорю, сколько же их бедных, безымянных вот тут лежит, а это же кладбище целое. Вот если там поднять мои слова, там сотни лежат. Я помню лично, как привозили с этих, и брусали, как труба, и только с машины, и только с машины эти, канаву, которая трактором выкопана. Мы живем, погружаясь в бесконечные споры человечества. Большинство людей приходит к этому выводу перед самой своей смертью. Именно потому, что на фронте солдат смотрит ей в лицо каждый день, он и есть, по-моему, самый большой художник жизни. Моя мать умерла два года назад, и все эти годы у нее хранились документы, которые она никогда мне не показывала. И я обнаружил их только тогда, когда она умерла. Я нашел военный билет отца, его письма, письма командира отца, адресованные моей матери. Таким образом, я смог примерно понять, где он погиб. По почте моя мать получила вот эти документы. Уведомление о смерти пришло абсолютно официально. Там было написано, где погиб отец, при каких обстоятельствах. В письме было написано, что он погиб от пули, и его не смогли похоронить, потому что пришлось быстро отходить. Командир надеялся, что моего отца похоронят русские солдаты. В 93-м году бывшие солдаты, которые воевали здесь, создали попечительский совет. Солдат 6-й дивизии Эрих фон Хольт попросил у русских ветеранов прощения и протянул им руку мира. И вот он в этом письме просил у наших ветеранов разрешение от имени солдат, которые живут в Германии. Вот город Гютерсло, оттуда пришло это письмо. Просил разрешение приехать в Аржев этим солдатом. Это было чистое сражение. Кто за, кто против. Потому что, ну, 17 месяцев бомбежка тут вообще что было. Как мы восстанавливали этот же в кирпичи таскали после уроков и вообще все воскресенье. Ну и вот дошло дело даже до драки. Вот, буквально. А потом, значит, спорились, ссорились. Потом наши ветераны сказали, повоевали, хватит. Надо думать о детях, о внуках, как нужен нам мир, любая. Война всегда хуже даже плохого мира. После письма, который написал ветеран из 6-й дивизии, мы приехали сюда, в Аржев, в 93-м году. Сейчас я здесь уже в 20-й раз. Возьмем как классический пример русские города и деревни. От многих почти не осталось камня на камне. Не стоят больше деревянные хаты. А кто посочувствовал людям? Ты думаешь, у них не было ничего дорогого, ценного? Это ведь такие же люди, с точно такими же ошибками и слабостями, как и мы. С каким достойным восхищением и величием справлялись часто они со своим горем. Мне кажется, этому мы можем у них поучиться. Сычевско-Вяземское направление, там очень многие наши попали в плен. Немцы сюда завозили и открыли здесь концлагерь. Совсем недвижимых, если находились свои, немцы стали отдавать. Мой дядя попал в плен на Вяземском. Он лежал очень плохой. Мы пошли туда. Нам сказали, какое время. Мамы и Святые оставались за забором, за проволокой. А меня провели под проволоку. Туда, внутрь. Вот почему я и видела все. Он мне дал несколько слов, таких сказал, передать. Если я не уживу, если вы выживете и наши, где-то с вами встретятся. У него был сын, дочка и жена. Их эвакуировали. Это далеко. То ты им передай, что ни один наш военно-пленный, ни один, не продал страну и ничего не предал. Предали нас. Нам было нечем воевать, почему попали в плен. Нам бросали ящики с гвоздями. У нас не было ни пуль, ничего. Нечем было воевать, поэтому очень много. Там полная армия вроде попало. Много людей. Дядя не дожил, конечно. Он прожил еще сутки или двое. Мы понесли туда передать такое время, когда нет немцев. Баланда, котелок и несколько курочков. А курочки они не курили, а из рта в рот передавал друг другу каждый, кто лежал. Чтобы только почувствовать. Наверное, я скажу очень резко. Но в той ситуации мы все были бедными свиньями. Нам было очень тяжело. А русским было еще хуже. Они очень мучились. У меня есть воспоминания о церкви, которая была одним из главных мест в городе. С большой башней. И она до сих пор там стоит. Когда я первый раз приехал сюда в 93-м году, я сказал сопровождающему, в эту церковь мы должны обязательно поехать. Когда мы вошли в храм, там было крещение младенца. Недавно я присутствовал при открытии одной русской церкви. Это было событие. Уже за день до него, к моему величайшему удивлению, люди принялись переводить квартиры в порядок, чистить, мыть. На следующий день, игнорируя запрещение местной комендатуры, я отправился на богослужение в церковь, как бы чудом уцелевшую от коммунизма и войны. То, что я там пережил, очень впечатлило меня. У людей от радости катились по щекам слезы, ведь им казалось, что они перенеслись в совершенно другой мир. На папе была драгоценная фиолетовая риза, в руке чудесный золотой крест. Рисовальным карандашом я пытался удержать все, что выхватывал глазами. Я пытался удержать все, что они могли видеть, что они могли видеть. Население города Ржева выгнули все, или как бы василили, в Смоленскую область, в Германию. А которые остались, жители города Ржева, загнали в церковь. Они хотели церковь взорвать вместе с людьми. А уже к концу года немцы чувствовали, что у них провал. И они собирали всех перед тем, как уйти из города, они собирали всех больных, инвалидов, с лагеря вывозили. Всех в церковь. И церковь заминировали. Просто немцы не любили свидетелей. Они хотели уничтожить все. Ни одного, чтоб даже праха не осталось. Первого числа нас сюда всех согнали. Кто мог, шел. Кто не мог, инвалиды. Везли даже на санках сами немцы. Здесь сидели люди. Полностью. Полностью везде сидели. Женщины, инвалиды, дети. По стенам висели иконы. Пришла бригада немцев. И они начали протягивать провода. И все иконы заминировали. Подвал тоже был заминирован весь. В общем, люди были подготовлены к смерти. Но были еще живы. Второе число. Очень сильные были бои. Шумели, били. Огни разовались. Где нитки били. Церковь была закрыта на замок. Большой замок. И заминирован. Менялись два конвоира по очереди. Мы, кто еще ничего двигался, просили у них хоть снегу, чтобы бросили они. Бросали кусочки. Видимо, попадали добрые. Они менялись по часам. Подбрасывали нам снежку вместо воды. Вторая половина второго числа уже было тихо, кругом тихо. И ночь была тихая. Где-то раздавались вдали бой. А здесь, в городе, вся ночь была тихая. Видимо, в это время немецкие солдаты организованно минировали все дороги. Мы знали, население знали. Поскольку мы слышали слух в наступление, видно, что наши войска уже стреляют кругом в городе. Поэтому мы надеемся, что уже мы свободные. Здесь что? Ура! Кто остался? А осталось десятки людей в городе Ржева. Десятки. Которые были опухшие от голода. Здесь были руины кругом. И дорога просматривалась. И все закричали. В серых идут шинелях наши. В общем, так закричали, что солдаты услышали. Услышали. Сюда пришли. Разминировали замок. Потихоньку никого еще не выпускали. Потому что выйти было невозможно, пока все мины сняли кругом и стали по одному, их командир, по одному стали выпускать из церкви. Только предупреждали тихо-тихо кругом мины. Дорогая Рия, я не очень верю, что война еще будет долго продолжаться. Какой станет жизнь после войны? На этот вопрос есть готовый ответ. Только еще лучший. Ведь если не слышно больше выстрелов, значит, на землю спустился рай. Прибавь к этому миру смеющееся солнце, что может быть прекраснее? Тогда на войне с другой стороны стояли русские солдаты. Мы стояли друг против друга, а теперь мы вместе. Теперь мы хотим дружбы, понимания, примирения с ветеранами города Ржава и со всем русским народом. Я хочу сказать кое-что важное. Я тогда решил, я себе пообещал, что после войны ноги моей здесь не будет на русской земле. Но в конце 90-х жена привезла меня в Россию. Я был в Киеве, в Москве, в Казахстане. Мне было интересно. И только потом я приехал в Аржев. Когда мой отец впервые съездил в Аржев в 93-м, только тогда он стал рассказывать нам, что происходило здесь. Это помогло ему переосмыслить прошлое и расстаться со страшными воспоминаниями. Он стал по-другому относиться к войне. Поездка в Аржев помогла не только ему, но и всей нашей семье. Мы стали жить как-то по-новому. Самое главное, что сделала моя мама, она вырастила меня в любви к отцу. Я всегда его помнил. У меня сейчас появилась возможность приехать, и я это сделал. Даже когда мне было 40, мне снился мой отец. Брат писал, было бы так хорошо приехать в эти места после войны. Своему отцу на 49 лет прислал засушенные цветы. Он срывал эти цветы здесь, под Аржевом. Это русские цветы. Некоторые уже отклеились, вот видите. Он написал моему любимому папочке от благодарного сына. Это русские цветы. Невероятно. И мы все сохранили. И мы все плакали. Ему было 16, когда я последний раз его видела. И только сейчас я сказала себе, наконец-то можешь поехать к нему и попрощаться. И сказать ему, Фриц, это я. Я здесь. Мне 85. Для меня эта история закончилась. Вплоть до 90-х годов в Германии говорить о преступлениях вермахта было табуировано. И только благодаря большому проекту выставки о преступлениях вермахта эта тема стала возможной для обсуждения. На примере картин Лангера мы видим, сколько десятилетий должно было пройти в Германии, чтобы появилась культура воспоминаний и были бы созданы условия для разговора о войне. К сожалению, для многих было уже поздно говорить об этом самим. Так и у нас. Нет возможности обсудить это с Франц-Йозефом Лангером. О его мотивах и о том, что он чувствовал, когда создавал эти картины. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok